Всем привет! С вами Кристина Богданова и делюсь с вами мастер-классом по броши тукан. Я взяла готовый шаблон, печать выполнена на корейском жестком фетре 1,2 мм. Взяла канитель жесткую, бирюзовую, слегка растянула и начинаю с клюва. Как пришить канитель оставила ссылку в описании под видео. Также беру чешский бисер, вот таких красивых цветов, зеркальный и в хаотичном порядке я начинаю пришивать. Пришиваю каждую бисерину дважды, заполняю так, чтобы не было пробелов, вернее укладываю, пришиваю бисеринки, чтобы не было пробелов. Пробелы все равно у нас получатся, ближе к канители где-то, все равно есть небольшие пробелы, затем мы просто пришьем размер, заполним пробелы, вернее размером 15. Вот, взяла вот такой оранжевый красивый зеркальный цвет, смотрите, ярко-оранжевый, светлее. То есть бисер чешский мне очень нравится, зеркальный, вот такой гранатовый цвет, розовый, пыльно-розовый, очень красивые цвета. Шаблон не обязательно брать готовый, вы можете его нарисовать сами, найти картинку в интернете нужную вам, которая вам понравится, приложить кальку и перерисовать на кальку простым карандашом, затем перенести с кальки на картон и уже на фетр. Смотрите, как красиво получилось, я теперь взяла размер 15, размер 15 взяла серебристого цвета, тоже зеркальный, тоха, и заполняю свои пробелы, их у меня не так много, буквально пришьется бисеринок 7, 8. Можно взять бисер размер 15 по цветам, то есть где зелененький, туда зеленую бисеринку, где оранжевый, оранжевый, то есть подобрать по цветам. Хорошо, конечно, иметь бисер, допустим, размер 11, размер 15, одинакового цвета, одинаковых номеров, ну, цветов я имею ввиду, цветов, но не всегда получается, что можно купить в одном магазине два одинаковых цвета. Идем дальше, пришили сюда конетель, черную, здесь черная конетель, здесь черная, свернули, вот так пришили и серебристая конетель. Далее беру цепочку, пришиваю здесь, здесь и здесь. Каждое звено пришиваем дважды. Первое звено можно подклеить, зафиксировать, также последнее звено. Тоже можно приклеить. Прикладываем прям к конетели, придерживаем и пришиваем. Срезаем, можно подклеить, как я уже сказала. Здесь пришиваем. И решили вверху. Смотрите, как красиво смотрится. Мне очень нравится. Взяла кристаллики-капельки, прикладываю, где должно быть крылышко. И взяла вот такой большой кристалл. Мне нравятся оба варианта, но я остановилась, пожалуй, вот на этом, на большом кристалле. Подклеиваю его и пришиваю. Каждую дырочку пришиваем 3-4 раза. То есть, бисеринки, маленькие кристаллы пришиваем дважды. Большие материалы лучше пришивать больше. Смотрите, как здорово, мне очень нравится. Идем дальше. Дальше я беру вот такие вот рандельки разных размеров, черные. Побольше, поменьше. И начинаю с тех, которые побольше. Серединки я нанизываю, пришиваю. Пришиваю дважды. Далее я пришиваю поменьше. То есть, сначала начинаем с крупных. И ближе к цепочке нашей я уже буду пришивать размер меньше. Взяла вот такой белый бисер. И буду пришивать его рядком. То есть, я нанизываю бисерину, пришиваю, отступаю ее расстояние, нанизываю бисерину, возвращаюсь к предыдущей. Отступаю расстояние, нанизываю бисерину, возвращаюсь к предыдущей. Пришиваем, получается, мы по одному разу. Так как далее у нас будет идти стяжка. Рядки я всегда пришиваю так. Взяла поменьше бисеринку. Здесь у меня меньше осталось места. Я пришиваю поменьше бисеринку. Вывела иголочку и прохожу все наши бисерины. Три оборота, поднатянули, три оборота и готово. Беру вот такой крупный бисер, прозрачный. Вот такой бисер прозрачный. Вернее, он чуть-чуть матовый мне какой-то, прозрачно-матовый, скажем так. И заполняю им. Где-то я пришиваю три бисерины, где-то я в хаотичном порядке пришиваю. Потому что бисерины большие, редками просто, ну как бы, невозможно. Уголки все равно остаются, а потом мы к ним вернемся, чтобы заполнить наши эти пробелы. Где я пришиваю три бисеринки, там у меня как рядком. Я пришиваю их и делаю стяжку. Где в хаотичном порядке пришиваем дважды. Грудка готова. Взяли желтый цвет, такой насыщенный Тоха, размер 11. И желтое местечко расшиваем этим бисером в хаотичном порядке. Пришиваю каждую бисеринку дважды. Взяла вот такую бисеринку. Это у меня будет глазик серебристый, а размер 8. Взяла я ее из Тоха Микса. Нанизала. Взяла черный бисер. Размер 15. Также нанизала. И возвращаюсь в серебряную бисеринку. Выхожу из нее. То есть выхожу так же, как и пришла. Пришиваем дважды. Почему я здесь не пришила глазик закрытый? Потому что я использовала размер 11. И моя канитель, которую я бы пришила дугой, она бы немножко потерялась в этом бисере. Если бы пришить эту дугу, лучше использовать вот такой бисер, размер 15. Тогда можно было глазик пришить канителью. А здесь у меня остался пробел. И вот этот размер 15 я использую в пробеле. Буквально тоже несколько бисеринок получится. Пришиваем также дважды. Если у вас остаются какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Взяла вот такой размер 15, бисер белый. И возвращаясь к нашей грудке, заполняю пробелы этим бисером. Тоже буквально несколько бисеринок получится. Также заполним черное. Размер 10, размер 11. Если 10, нет, 11. И самый маленький пробелый размером 15. Готово. Смотрится очень красиво. Переходим к веточке. Я взяла бирюзовую канитель, которую использовала на клюве. И пришиваем. Пришиваем кончик 3-4 раза. То есть первый завиточек 2-3 раза. И второй завиточек можно пришить 1-2 раза. Далее отступаем 3. Где-то 3 мм. Я оставила ссылку в описании под видео. Если кто-то не знает, как пришить канитель. Взяла вот такую большую стеклярусину. Вот такой стеклярус 2 см. Длиной взяла 3 мм. Стеклярус. И 6 мм тоже. И пришиваю. Большую пришила дважды. Можно пришить ее трижды. 6 мм. И пришиваю вот тут в кончике. На кончике, вернее, 3 мм. Прошла сразу 2. Здесь внизу тоже у меня пришивается 3 мм. Взяла размер 15. Вот такой темно-бирюзовый бисер. И пробелы заполняю им. Вот такая красивая веточка. Перешли к хвостику. Я взяла матовый бисер. Вернее, стеклярус. Три штучки. Пришью вот сюда 3 штучки. Внизу пришью, где у меня осталось место. Размер 15. Черный бисер. Далее я беру глянцевый. Две стеклярусины взяла, пришила. И бусинки. Вернее, не бусинки. Бисер крупный. Вот он, он размер 8. Тоже пришила. Смотрите, как красиво смотрится. Я все-таки решила снять этот кристалл. Я его отпорола, отклеила. Так как эта цепочка мне мешает. Мне кажется, мне хочется поднять этот кристаллик крылышком выше. Где цепочка. Цепочку я не стала убирать. Поэтому я сняла, брала кристаллик и взяла вот такие маленькие, которые хотела в первом варианте. Я их пришила, подклеила и пришила. И пробелы я заполню вот такими бусинами биконусом. Биконусы большие, где пробелы поменьше, поменьше. Где совсем маленькие пробелы, я заполню бисером размер 10 и размер 15. Размер 11. Я очень рада, что мне не понравился этот кристаллик. Вернее, он мне понравился. Смотрите, как красиво смотрится. Он мне понравился, но мне хочется его выше приподнять. Переходим мы к пальцам. У меня будет 2 пальца. Взяла пин диаметре 0,5. Срезала верхушку, она не нужна. Отмеряем канитель. Измеряем ее, сколько нам нужно. И у меня будет буквально по 2 пальца. Делаю большой иголочкой дырочку, откуда у меня будет палец. Пальца вообще 4 у тукана. Сделала на пине петельку. И просовываю в эту дырочку пин. Помогла плоскогубцами, поправила петельку. Теперь нанизываем нашу канитель, которую мы отмерили. Это будет палец. Пальца у тукана 4, но карандашиком помогаем сделать форму. Ну, я решила сделать по 2 пальца. Делаем еще одну дырочку. Прямо под канитель. И заводим в эту дырочку пин. Вот он, он, один палец, и рядом будет второй. Также сверху делаю дырочку. И этот же пин, он у меня длинный. Я просовываю, вытягиваю в эту дырочку. Сверху. Получается третья дырочка у меня. Нанизываю канитель. Сделала форму карандашиком. И делаю еще одну дырочку. Прямо как бы под канитель. Потому что фетр будем срезать, чтобы мы не повредили наши пальцы. Срезаю лишний пин. Оставила только для петельки. И круглогубцами сделала петельку. Поправила плоскогубцами. Уложила. Готово. И эти петельки я пришиваю. Их не обязательно пришивать, но мне всегда нужно все пришить. Вот по кругу я ее пришиваю. Эту петельку. То есть у меня их 4. И 4 петельки я пришила. Смотрите, как красиво. И перешли мы ко второму варианту. Вот он, второй вариант. Я без цепочки пришила кристаллик повыше. Правда, здесь я чуть-чуть по-другому вышила. Туканчик. Желтая у меня вообще вышитая. Беленькая тоже по-другому. Взяла канитель и хочу, растянула ее и хочу показать второй вариант пальцев. Также у меня будет по два пальца. Я отмерила нужный мне размер. И просто-напросто я сейчас пришиваю. То есть без пина. Нанизываю. Вывела иголочку вверху. Нанизываю канитель. Делаю форму карандашиком. Вот такая дуга получается. Срезаю ненужный внизу фетр. Прям до канители. И иголочку продеваю тоже за канитель. Как бы ее так в поку ввожу. И она у меня выводится прям где-то посерединке веточки с изнаночной стороны. Вот так мне кажется легче. Пином конечно прям понадежнее. Но пришить тоже можно. Смотрите. Лучше конечно пришить дважды. Я раз нанизала. Второй раз нанизываю. Канитель. И только тогда я делаю карандашиком форму. Сделала форму карандашиком. И теперь только я вывожу. Подтягиваю. И вывожу иголочку за канитель. Прям вот к серединке веточки. Вот сюда я ее вывожу. Три оборота. Пальцы пришиты. Как сделать обратную часть броши. А также как обработать край броши к неделю. Оставляю ссылку в описании под видео. А также подсказку. Всего доброго. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok